Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем битвы ботов. Итак, Каппадокия против Венетов. Армия сформирована стандартно. Шесть кавалерий, шесть разных стрелков. Пехота тяжелая и легкая. Плюс у Каппадокии тоже шесть кавалерий, самые тяжелые, потому что у нее очень дешевые войска. Шесть стрелков и прочее мясо. Поздние натальйские копейщики все-таки, надеюсь, что-то смогут сделать. Ну что ж, пойдемте на карту и посмотрим в первой битве, кто кого одолеет. Погнали! Так, ну что ж, вот армии сближаются. Пошли легкие всадники и знатные всадники Венетов в атаку. Накидывают и сразу же чарджат стрелков. Неудачно здесь они выкатились вперед. И тяжелая кава тут, конечно, пробивает. И тут же внедряется, опять же, в восточных копьеметателей тяжелая кавалерия. Здесь кельтские воины как-то попали в какую-то сумятица произошла. Они получают дротиками конкретно. Опа! Прошел бросок. Сейчас с натальйскими копейщиками закусываются. Так, включил генерал сразу им баф. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Какие попадания. Кто бьет? Ё-ошкин кот. Пытается кавалерия переместиться на центр. Попадает под обстрел. У Венетов все стрелки в порядке. А вот Кападокия, конечно, пострадала. И продолжает страдать. Так, кого здесь поймали? Легких всадников. Ну, тут лобовая атака кавалерии. Венеты здесь выхлестывают горцев. Горцы атаку кавы не держат. Вот. Венеты уже зашли в тыл. И изо всех сил пытаются ликвидировать кавадокийских стрелков, чтобы успеть на помощь своим именно проработать тылы. Горцы, опять же, удар не держат. Против воинов кельтских племен. Фланг сломлен. Кападокийская конница. И атакуют в тыл. Пытаются атаковать, но чардж не прошел. Легкие всадники Венетов. Чардж не проходит. Возможно, кападокийская кавалерия вернется здесь, если сможет разбить легких всадников. Ну, стрелки точно. Вся поддержка полностью побита у кападокийцев. Легких всадников 24. Еще тонна, тонна, тонна еще кавалерия осталась. Она бьется вся вот сзади. Она в тылу кападокийских войск. У кападокийцев конница, конечно, потяжелее, но... В связи с тем, что Венеты контратаковали очень жестко и сразу, Кападокия потеряла преимущество в своих стрелках. Ну, как преимущество. Она не то, что потеряла преимущество, она не смогла оставить равные шансы. В итоге бьются Венеты и стреляют очень хорошо. Вот мы видим два отряда поддержки. Три даже. Насыпают в гущу... в гущу анатолийцев. Ну, вот здесь вот, да, тоже, здесь тоже подъедают. Несмотря на поддержку оставшихся побитых войск в Кападокии, уничтожаются копейщики и анатолийские копейщики. Очень сложно. Да, пытаются пробить легких всадников, Венетов, но... Это кто были? Горцы. Но горцы пришли уже, мне кажется, поздновато. Здесь надо серьезнее как-то чарджить или что? Здесь тоже пытаются пробить. Вряд ли получится. Во, Венетов опрокинули и восстановилась мораль у горцев и копейщиков. Также сюда подбегают восточные копейметатели, уже в рукопашки. Допустим, если выбьют легких всадников, то тяжелую пехоту Венетов им здесь все равно будет сложно пробить. Давайте посмотрим, что здесь. А, ну, Кападокии атакуют генерала Венетов. Возможно, выбив его... Сколько их там? А, присягнувшие? Ну, присягнувшие, да, не продерживаются, конечно. Ощутимое количество времени. Безнаказанно стреляют Венеты. В центре прорыв. Внимание. В центре прорыв. Поздние анатолийцы вышли на опрачников. Ой, какой контрбросок. Это вольские топорники принимают... Принимают анатолийских копейщиков. И при поддержке своих стрелков... Вот они как-то пытаются. Ага, вырвалась Кападокийская кавалерия. Кавалерия разгоняет поддержку. Поддержку Венетов. Посмотрим, может быть, будет переломный момент. Но центр очень сильно просаживается. Смотри, как начали Венеты за здравие, а заканчивают за упокой. Все, здесь разбили. Центр пробит. Еще один отряд бежит. Здесь тоже на волоске уже кельтские застрельщики. Я думаю, им уже ничего не светит. Кава начинает разбираться с стрелками Венетов. Надо, чтобы у кавалерии еще хватило сил это сделать. Да, разделяется... Разделяется битва на два фронта. На справа и слева. Преимущество у кавалерии в том, что у них тяжелые копейщики. И кавалерии Венетов пытаются пробиться. Но всегда напарывается на копейщиков практически. Так как горцев уже вынесли на самом деле. Так, выбегает пехота. Поздние анталицы пытаются поддержку Венетов снести. Так, кельтских лучников в Каппадоке сносят. Здесь остаются живые Венеты. И они пытаются пробить поздних копейщиков с целью овладения флангом. Какая-то попытка контратаковать. Но быстро их здесь подведают. Каппадокийцев и Кава еще пытаются отомстить за своих. Против присягнувших. Каппадокийский конец против присягнувших. Так, с переменой абсолютно и успехом идет битва. Насыпают группу поддержки. У Венетов два отряда прачников. Гасит, гасит прям в кучу. Так, ну здесь Венета, смотри-ка. Венеты довольно-таки сильно просели. И Кава выходит. Пытаются ее пробить с боков. Может быть даже Каппадокийская. Если успеют, конечно. Но Кавалерия погнала на центральный отряд. Надо как-то останавливаться и пробивать Кавалерию, если хотите победить. Но пехота уничтожена, Венетов. Пехота Венетов уничтожена и почти полностью остались присягнувшие. Генерал, видимо, погиб. Есть несколько групп разрозненных стрелков. Они будут страдать, конечно же. Вот оставшиеся Кавалерии и держится последний отряд присягнувших. Кого они пытаются здесь пробить. А, хотят прогнать поздних копейщиков. Но со всех сторон уже их бросают дротиками. Тут два отряда, на самом деле, избранные мечники и присягнувшие. Но они могут делов наделать, особенно если будет чарж. Плюс стрелки. Стрелки не закончены. В кого будут стрелять стрелки? Поддерживать пехоту или отбиваться от Кавалерии? Главное, у них еще полно народа. Вот этот вот отряд мог бы сейчас отдать залп. Битва висит на волоске. Ну вот, атакует. Тоже пытается прогнать стрелков. Кавалерия. Посмотрим, у кого здесь пробивают. Восточных лучников. Нету боеприпасов у них больше. 39 человек набегают и погибают. Сейчас, видимо, будет переключение на соседний отряд, если они успеют. Да, они бросили. Бросили это дело. Давайте. У вас еще восточные лучники. Но вот вы не туда кидаете, ребят. Понятно, что отряд для них, поздних анталийцев, это более опасный отряд. Но, кстати, опрокинули Кавалерию Венеты. Просто битва переходит из одной крайности в другую. Вот сейчас, например, пытаются прострелить анталийцев. И у них наверняка нет генерала, и они вот так вот страдают. Сейчас посмотрим. Так, а тут... Ох ты, побежали. Ох ты, побежали. Смотри-ка чего. На последней секунде за счет стрелков избранные мечники и две группы стрелковых, два стрелковых отряда вытягивают битву. Просто вытягивают битву. Сейчас им в спину немножко накидать. Я думаю, больше восемнадцати, шестнадцати человек они уже не потянут. Пятнадцать человек осталось. Да, все, нихрена себе. Вот это, да. Вот это Венеты затащили. Сейчас придется усиливать. Придется усиливать Каппадокийцев. Один ноль. Офигеть, Венеты затащили. Просто нереально. Каппадокия. Ну что, Каппадокия. Давайте. Горцы раз, два и три. Поменяем на трех копейщиков тогда. Раз они так хорошо держат. Кавалерию оставим прежний. Двенадцать сто шестьдесят. Двенадцать сто шестьдесят. Добавим. Добавим лычек. Так, ну этим не обязательно. Двенадцать сто шестьдесят. Давай. Вот так. Двенадцать сто шестьдесят пять на двенадцать сто шестьдесят. Все. Меняем местами, ребят. И увидимся на карте. Ну что ж, армии начинают сходиться. Итак, посмотрим, как поведет себя в этот раз. Почему-то Каппадокийцы держат кавалерию на центре. Для них вот это вот очень рискованно. А, вот. Кавалерия идет вперед. Пробивают венец, венецких мечников. Но стрелки у них опять страдают от контратаки кавалерии. Да, бросок, бросок, конечно, стрелков. Легкие всадники страдают. Но страдают их стрелки. Почему-то кавалерия, почему-то кавалерия Каппадокии все время на центре. Вот это непонятно. Вот она вырывается из битвы. Потому что через центр прорваться к стрелкам это проблематично. Восточные прачники живы. Сейчас будут, видимо, накидывать. Попытка пробиться через плотные ряды. Это вот заранее на провал обречена. Но они, тем не менее, атакуют. И так убегают лучники и копьеметатели. Их еще поскакали добивать. Вообще прекрасно. Вообще прекрасно. Горцы тверды. Но вряд ли им это поможет. Анатолийцы пытаются сбросить кавалерию со своих стрелков. Но, по-моему, здесь не так надо действовать. А кавалерия Каппадокии постоянно пытаются пробиться через центр. Я не знаю, с чего это связано. Может быть, с тем, какого полководца мы выбираем стиль ведения боя. Сейчас, если отыграются Каппадокии, поменяем им стиль полководца. Много винетов здесь с краю. И много наваливают стрелковые отряды. Здесь мечники кельтские воины проседают. Так, вот тут мигают и те, и те с этой стороны. Все, побежали. Опять центр прорывается. Центр опять. Но не все так просто. Так, здесь избранные мечники. Нифига себе. Почему-то поздние анатолийцы поворачиваются спиной к стрелкам. Это для них просто очень... А, вот они кого. Они к кавалерию. Хотят поймать. Но, оказывается, под обстрелом. Здесь контрит. Контрит. Пытается кава контрить. Ага, вот, наконец-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой бросок. Ох, еще. Чисто пехота через дротики работает. Мечится. Винеты мечутся здесь. Но здесь в центре и в тылу уже их как-то подхватывает кавалерия. Кстати, вот эта вот остановка... Мгновенная остановка кавалеристов. Это, конечно, недоработка вот Рима второго. По-моему, в следующих... В следующих этих играх будут исправлять это дело. То есть, кавалерия... Кавалерия будет пробегать, не зацепляясь всем отрядом. Но, смотрите, как мрачно здесь вошла. Легкие всадники вошли и захватили кельтских застрельщиков просто в капкан. Перемололи. И что будет дальше? Опять же, пытаются проработать кельтских прачников. Ну, а тот фланг правый остается... Держится пока. То есть, тут непонятно, кто будет побеждать. Просто накидывают анталийцы дротики и через дротики погнали в группу поддержки. Конечно, кавалерия-то их слилась вся в центре практически. Так, здесь Венеты что? Проигрывают фланг? Неужели Венеты проигрывают фланг? И опять битва приобретает абсолютно непредсказуемый характер. Опять разорвалось сражение на две части. Так, и Кападокийская конница. 35 человек бьются с копейщиками. А этого не стоит делать, пока не потеряли Гену. Вот тут группа поддержки карают знатные всадники. Можно было бы... То есть, по кавалерии совсем... О, подъели. И эти всадники сейчас будут вламываться, видимо, Либо в толпу, либо пытаться перехватить генерала. Вот так и происходит. Генерал без всякого чарджа позволяет себя захватить. Тут и братки бегут, поздние анталийцы пытаются сбросить себя... Сбросить венецкую конницу со своего генерала. Что здесь происходит? Здесь прикрыли мечников и прикрывают присягнувших. Уже на них внимания не обращают. Уже все рвутся в бой. Хотят разбежаться и принять участие уже в бою на левом фланге. Так, все, подъели. Ждем их перебега сюда. Так, вот почему-то мигает генерал у Кападокийцев. Доигрался он, похоже, в свою беготню. Здесь сломали Венетов полностью. Сломали Венетов. Интересно. Венетская кавалерия вначале действует отлично. Она выбивает 2-3 отряда стрелков, но потом происходит какой-то коллапс. Венеты сейчас имеют право заменить одного, один отряд и попытаться отбиться. Но все, здесь будем считать, что Венеты проиграли. Так, один-один. Один-один. Так, Венеты, Венеты, Венеты могут поменять один отряд и броситься обратно в бой. Ну, поменять им надо бой на кельских племен. Ой, копейщиков. Давайте одних копеечек. А, блядь, мячники. Так, одних мечников заменяем на присягнувших. Теперь у них 3 отряда присягнувших. В Каппадокии 11-300. В Каппадокии 11-300 добавим до серебряных лучек вот этим ребятам. Вот так, до 11-340. Все, сохраняюсь и увидимся на карте. Ну, что ж, опять начинается битва. И что у нас... Поменял я обоим полководцам тип, тип, как бы, атаки. Ну, тип поведения на поле. Не знаю, но, наверное, это не влияет. Потому что опять мы видим неприкрытых стрелков. Опять их погнали. Аж прям треугольником боком рвутся. Рвется конница. Здесь 2 стрелка опять страдают. Выбиты полностью. Выбиты полностью стрелки. Восточные коприметатели как-то так вяло накидывают. Причем по кавалерии, которая находится далеко, по знатным всадникам. Ну, пытаются здесь что-то перехватить. Может, совместными усилиями и получится. Но черт его знает. Ведь следующая жертва... Нет, ну, пробиваются. Пытаются. Здесь опомнились. Но пытаются защитить коприметатели. Не знаю. Так, абадокийцы вырываются на оперативный простор. И, кстати, заходят в тыл. На копейщиков. Ну, блин, не знаю. Опять вся группа поддержки винетов наваливает за всех сил. Куда хочет. Это очень неприятно для анатолийцев. Выходят легкие всадники на оперативный простор. Вбрасывают порции воины в кельтских племен начинают тут меситься. Валерия Винетов. Валерия Винетов опять погнала опять погнала стрелков. И генерал Кападокийцев пытается перехватить перехватить кавалерию и освободить своих стрелков. Но это уже у него не получается. Здесь, тем более, на подхвате легкие всадники еще с дротиками. Итак, белый флаг у горцев. Сейчас будут они сломлены. Вот они уже готовчики. Все толпой наваливаются. Пытаются навалиться на анатолийцев. И сзади здесь тоже. А, нет, сзади здесь кавалерия. Ну, полная каша, король, конечно. Единственное, что стрелки продолжают наваливать, венецкие стрелки продолжают наваливать Кападокии. Я и уже говорил столько, сколько считают нужным. Вот здесь флаг пробит, венецкая кавалерия отступила. И сейчас поздние анатолийские копеечки под обстрелом. Сейчас что-то будет маневр предпринимать. У них есть все шансы выбить венетов. Вот уже затряслись воины кельских племен. Вот они уже построились. Анатолийцы уже построились. Хотя идет стрельба по ним. Но, в принципе, этот фланг ой-ой-ой-ой. Этот фланг может быть очень легко быть сломлен. В принципе, к этому все и идет. И остались живые восточные копьемитатели. которые кидают на 200 метров. Ох, моды-моды. Так, проваливается конница у венетов. Не могут одолеть, несмотря на то, что, ох, кельтские прачники оказались вообще в рукопашке. Вот здесь мы видим, что они накидывают много и вкусно. даже лычки получают избранные мечники здесь притягнувшие. А, все, патроны кончились. ни хрена себе. В принципе, у застрелов туда могут кончиться патроны. Но то, что у лучников кончились, это печально. Так, здесь бьются до последнего, но здесь, возможно, кападокийцы будут огребать. итак, у нас три очага сопротивления. Здесь, конечно, ломают винетов полностью. Винеты могли бы, наверное, что-то сделать, если бы было больше присягнувших, например, но баланс кападокийской армии такой, что набрать очень сложно много тяжелой пехоты, присягнувшей в окружении, уже, видимо, убит генерал. Здесь притягнувшие пытаются отбиваться, но мигают везде флаги. У винетов походу погиб генерал, иначе быть не может. Очень жестко их здесь прессанули, и кападокийцы, несмотря ни на что, их завалили винетов. Итак, 2-1 выигрывает Кападокия на ДЖ. Кто мог подумать. Очень плохо отстрелялись стрелки у винетов, и собственно все. Винеты покидают наш чемпионат. Увидимся на карте компании, и с вами увидимся в следующей серии. Всем пока! Кападокия Кападокия